Муравьи. Кто это такие? Уверен, большинство людей думают, что это обычные букашки, которые бегают по земле и собирают конфет. Нет, это не так. Несмотря на то, что эти крохотные существа обладают очень маленькими размерами, а также очень маленькими размерами мозга, по уровню интеллектуального развития они стоят даже выше некоторых млекопитающих. Так кто же они на самом деле? Давайте разбираться. Муравьи. Прежде всего хочется рассказать о том, какое место занимают муравьи в принципе в этом мире. Все муравьи являются членами одноименного семейства, которое входит в состав отряда перепончатокрылых, который входит в класс насекомые, который входит в тип членей стоноги и который относится к царству животных. Муравьи имеют следующее морфологическое строение – голова, грудь или торакс и брюшко. К груди крепятся лапы, с помощью которых муравьи способны передвигаться. На голове располагаются основные органы чувств, которыми являются усики, которые служат органами осязания и обоняния, а также сложные и простые глаза. А в брюшке располагаются все жизненно важные органы. Например, сердце, трахеи, которые выполняют дыхательную функцию, транспортную функцию в организме муравья выполняет гемолимфа, а также на конце брюшка муравья имеются железы, которые обеспечивают его химическим оружием. Муравьи проходят тыквы развития от яйца до взрослой особи с полным метаморфозом. Наверняка, если вы когда-нибудь раскапывали муравейник, то увидели то, что вы называли муравьиными яйцами. Спешу вас огорчить, но это были не яйца. На самом деле муравьиные яйца очень маленькие, выглядят они вот так. После яйца наступает стадия личинки, которая представляет собой вот такое червеобразное образование. Личинку муравьи скармливают белком, и в зависимости от качества этой пищи зависит размер муравья. То есть, к примеру, половых особей и солдат в личиночной стадии кормят лучше, чем рабочих. Со временем личинка подрастает и становится куколкой. Причем у некоторых муравьев куколка заворачивается в специальный кокон. И со временем вот такая бледная куколка наполняется цветом и превращается в взрослого полноценного муравья. Муравьи социальные насекомые, и их социальные устройства имеют очень сложную структуру. Муравьи живут в колонии, причем в большинстве случаев все члены колонии являются родственниками, детьми одной матки. В колонии существует строгое распределение обязанностей, каждый выполняет свою функцию. Причем у некоторых муравьев существуют касты. На такие касты муравьи распределяются с рождения, в соответствии со своим морфологическим строением. Например, у солдата, которого в личиночной стадии кормят лучше, судьба уже предопределена. Он будет... солдатом. У других же муравьев распределения на касты нет, и они проходят следующие этапы, как бы, социального развития. Поначалу все молодые муравьи работают няньками, они ухаживают за маткой и за расплодом. Более старые и опытные муравьи являются охотниками и собирателями, они обеспечивают колонию пищей. Для нормальной жизнедеятельности рабочим муравьям нужно много углеводов, потому что они ведут активный образ жизни. Основательница колонии, она же муравьиная мантка, нуждается в большом количестве белка, чтобы обеспечивать колонию новыми и новыми муравьями. Личинки также требуют много белка для того, чтобы расти. Углеводы муравьи получают из различных фруктов, а также муравьи способны уступать в симбиоз с некоторыми растениями и насековыми, которые обеспечивают их сладкими выделениями, содержащими большое количество углеводов, а взамен муравьи даруют им защиту. Ярким примером служит симбиоз муравьев и тлей, они содержат их словно домашний скот, вечно оберегают и заботятся о них. Другие муравьи получают углеводы, собирая семена растений. Эти семена хранятся в муравьиных камерах, а когда семя прорастает, то выделяется очень много углеводов. Впоследствии муравьи эти семена перетирают и таким образом создают муку, которая кормит себя, личинок и королеву. Однако существуют муравьи, которые живут лишь охотой. Все вещества, необходимые для их жизнедеятельности, они получают из убитых ими насекомых. Однако всё это, конечно же, поверхностная характеристика. Существует очень много видов муравьёв, например, есть такие муравьи, которые вообще выращивают грибы. А теперь перейдём к тем самым крылатым особям. Рабочие муравьи вырастают маленькими и недоношенными, потому что в личиночной стадии их плохо кормят. А тех муравьёв, которых кормят в личиночной стадии хорошо, а те муравьи, которые в личиночной стадии получают хорошее питание, вырастают полноценными, способными к размножению особями. Существует определённое событие – муравьиный лёд. Во время этого события крылатые самки, которые способны к размножению, вылетают из муравейника и спариваются с крылатыми самцами. Вскоре после спаривания самцы умирают, а матки сбрасывают крылья и ищут место для гнездовья. Когда матка находит подходящее место, она там обосновывается. Своих первых рабочих матка будет скармливать летательными мышцами, ведь они ей больше никогда не пригодятся. Весь остаток своей жизни она проведёт под землёй, а ухаживают за ней будут её же дети. Некоторые муравьи размножаются отводками, как пчёлы. Молодые матки уходят с частью муравьёв из старой колонии. Интересный факт заключается в том, что новая колония продолжает общение со старой, тем самым образуется федерация. Члены одной федерации осуществляют обмен пищей и информацией. Со временем численность колонии увеличивается в соответствии и увеличивается их дом. У муравьёв разных видов, разные дома и разные предпочтения к месту поселения. У некоторых это огромные кучи, а некоторым муравьям будет хватать, например, какого-нибудь каштана. А существуют такие муравьи, которым и огромной кучи будет мало. Их муравейник соизберим с размерами какого-нибудь микроавтобуса. В самом муравейнике всеми силами поддерживается постоянство температуры и влажности. А также в муравейнике имеется огромное количество различных камер, которые представляют собой комнаты, предназначенные для хранения пищи, для места жительства муравьёв, для хранения расплода и тому подобное. Что ж, надеюсь, видео вышло достаточно информативным. Теперь вы, может быть, знаете больше о муравьях. Но, понятное дело, я рассказал далеко не всё. А теперь, если вы хотите узнать о муравьях, чей куст больнее огнестрельного ранения. О муравьях, которые качуют по тропикам и сметают всё на своём пути. О муравьях, имеющих длину 3 сантиметра, а также от укуса которых вы умрёте менее чем за час. О муравьях, которые устраивают рейды и обращают себе подобных в рабство. А также о муравьях, которые в скором времени могут захватить весь мир. То ставь лайк, подписывайся на канал. А с вами был Миррррмекс, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok